Жители дома номер 47 по улице Ольгинской обратились в управляющую компанию ЖКХ с инициативой привести в порядок территорию, которая находится рядом с их домом, но не входит в зону обслуживания управляющей компании. Инициативу поддержали. И вот в субботу 30 ноября закипели работы. И вскоре стали заметны результаты коллективного труда. С места события репортаж нашей съемочной группы. Работы по вырубке на этой территории так давно не проводились, что в летнее время и домов практически не видно. Поэтому главной задачей субботника было опиливание деревьев и вырубка молодой поросли. Вновь заговорить о благоустройстве прилегающих к домам территории местные жители решили после того, как в управляющей компании прошли реорганизационные работы. Мы очень довольны. Мы давно к этому шли. Очень много раз поднимали эту тему. И наконец-то сбылось. Начальником довольный. Новый парень. Он так прямо взялся и нас встряхнул. Депутат по местному избирательному округу Александр Козлов также не остался безучастным к просьбам жителей. И совместно с управляющей компанией они начали решать проблемы благоустройства. Видно, что есть желание. Есть желание правильно реагировать на запросы депутатов, на запросы жителей. Начинается, если посмотреть, уже с детской площадкой стоит, там кровлю ремонтируют, ямочные ремонты производят. Это очень приятно, когда руководители правильно реагируют. Улучшить работу по уборке дворов – одна из задач управляющей компании, которая подвигла на эксперимент. Мы Расторговскую часть перевели на обслуживание комплексной бригады, которая не один закрепленный дворник на одной территории, а комплексная бригада, которая разбивается на звенья, и за ними закреплены участки дворовой территории, и они занимаются их обслуживанием. Посмотрим, как это будет получаться. Но, судя по тем отзывам, которые мы уже в течение месяца проводим, имеем от граждан, она, вроде, получается неплохая система обслуживания придомовых и территорийно-квартирных домов. Ну а сегодняшний субботник, надеются жители Ольгинской, положат начало приведения в порядок территории у их домов. Прекрасное настроение. Мы, жители дома, мы очень довольны, что произошла какая-то реорганизация. Мы ждем, конечно, хороших перемен. Очень хочется территорию облагородить, и очень хочется вот этот наш старенький дом поднять. Он еще сто лет прослужит, если ему немножечко рук и тепла. Заботливых рук и тепла не хватает еще во многих уголках нашего города. Но если взять пример с жителей улицы Ольгинская, то Видное вскоре сможет снова носить свое имя с гордостью. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.